Игрок команды ФСШМ Никен Иван. Иван, комментируй сегодняшний матч. Игра была тяжелая. У нас сегодня мало что получалось. Еще два удаления. В концовке мы ничего не могли сделать. Так получается. Что можешь сказать по поводу соперника футбольного клуба Ростова? Соперник хороший. Я бы хотел отдать должное, что ребята были сегодня в порядке. Но мы тоже в борьбе, я считаю, мы ничего нигде не уступили. И в реализации нам опять надо же подработать. Остальное все будет. Спасибо. Большая удача в следующих матчах. Тренер команды ФСШМ Соловьев Михаил. А прокомментируйте сегодняшний матч? Ну так особо комментировать нечего. Вроде начали неплохо. Первый тайм мы старались. Но потом что-то не сложилось. Видно, что Ростов хорошая команда, неплохая. Вполне не получше. Поэтому проиграли. Плюс карточки красные. Вроде должно было преимущество быть. Потом мы его растеряли на карточку. И все на этом все закончилось. Прокомментируйте, пожалуйста, красные карточки. Все ли по делу? Или есть у вас другое мнение? Да нет, все по делу. Здесь как бы ожидаемые такие карты. Вторую, конечно, не хотелось бы увидеть от этого игрока. Потому что игрок новый. Ну, вроде бы неплохо отбор ведет. Но нет, судья по делу все дал. Проблем никаких нет. Что скажете сейчас в раздевалке своим футболистам? Да, что скажу. Готовиться надо. И все, больше ничего не скажу. Спасибо. Большая удача в следующих матчах. Спасибо. Игрок команды Ростов, Шанталий Данил. Данил с победой. Что можешь сказать по поводу сегодняшнего матча? Спасибо за поздравление. Мы готовились к этой игре. Конечно, не ждали, что будет так много желтых карточек, удаления. Но мы ждали, что будет борьба с ВШМ. Команда довольно хорошо бьется. Но нам получилось суметь перевернуть игру в нашу сторону. И вот победа. Как ты считаешь, гол забитый в меньшинстве – это был ключевой момент матча? Или все-таки дальше какие события развивались, они повлияли? Нет, ну, конечно, это ключевой момент матча, потому что мы 2-1 стали вести, и более мяч под контроль начали держать. В начале матча чуть-чуть началась суета, но мы потом сумели мяч опустить на землю и победили. Если не секрет, что тренер сейчас сказал после этого матча в раздевалке? То, что он сказал, останется в раздевалке. Спасибо большое. С победой, Шарс. Тренер команды Ростов, Антон Рогочи, с победой вас. Что можете сказать по поводу сегодняшнего матча? Ну, перед рукой на установке ребятам сказал. Два варианта – или тяжелая будет игра, или очень тяжелая. Она получилась очень тяжелая, наверное, самый сложный матч для нас. Не было однозначно никакой недооценки соперника. Знали, что команда не имеет побед, но команда такая вязкая, неуступчивая, готова обороняться большим количеством игроков. Естественно, с такой командой важно забить быстрый мяч, развить успех, чего у нас не получилось в начале игры. Хотя были моменты созданы, пропустили первые. Сценарий повторился, можно сказать, прошлогодний. Когда в итоге мы сыграли 2 в 2, создав 31 удар по воротам, нанеся. Удаление, естественно, сказалось на игре, но при этом особо не перестроили нашу игру. Не перестроили, постарались так же давление в прессинг, в атаку, что принесло, в принципе, вылилось во второй забитый мяч. Ну, а потом удаление вратаря, конечно, позволило более спокойно действовать. Хотя, я считаю, такие матчи мы должны доводить более уверенно до победы. Спасибо большое. Еще раз с победой.